Вести Карачаева, Черкесия Пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося организацией незаконного и горного бизнеса. В Республиканской библиотеке имени Халиман Байрамуковой прошел торжественный вечер, приуроченный к 75-летию со дня рождения директора Ногайского драматического театра Валерия Казакова. Волейболистки Черкеска стали призерами открытого межрегионального турнира по волейболу. Далее об этих и других темах подробнее. В Карачаевой Черкесии с рабочей поездкой находится генеральный директор публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. В формате состоявшейся двусторонней встречи руководители региона Рашид Тимрезов и Роман Левченко обсудили итоги развития электросетевого комплекса региона в прошлом году и плана на текущее. Компания «Россети» реализует на территории республики сразу несколько ремонтных и инвестиционных программ, разработанных в целях развития энергосистемы Карачаевой Черкесии. «Обеспечение надежного энергоснабжения – неотъемлемое звено социально-экономического развития любой территории, а также важные условия для реализации значимых для экономики инвестиционных проектов», – написал в своем телеграм-канале Рашид Тимрезов. Кроме того, руководитель региона сообщил, что Карачаево-Черкесия полностью выполняет обязательства по платежам за потребленную электроэнергию и является передовиком в российском рейтинге по платежной дисциплине за электроэнергию, газ и другие виды коммунальных платежей. «Развитие республики в плане промышленного производства, туристического потенциала, во многом, конечно, зависит от качественного и надежного электроснабжения. Мы все сами видим. В плане нам удовольствовать сейчас и систему надежности и энергоэнергию обеспечения. Мы думаем, что и ваша инвестиционная программа, которая есть по развитию электроснабжения, по замене редких сетей, мы ее обязательно продолжим». «Платежная дисциплина на территории Карачаево-Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Даже что касается проблемной отрасли на все северном Кавказе ЖКХ, у нас динамика положительная, то есть процент оплаты улучшается с каждым годом, все лучше и лучше». 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на местах проведут первичное собеседование. Подробности сообщил начальник управления службы занятости Карачаева-Черкесия Хизир Кумуков. «Под поручению Министерства труда Российской Федерации при активном участии партии «Единая Россия» службы занятости планируется провести всероссийскую ярмарку вакансии, время возможностей работы в России. Ярмарка будет проходить два этапа. Первый этап состоится 14 апреля региональный и второй этап федеральный в июне этого года. Будут созданы на ярмарке шесть площадок, будут круглые столы. Для старшеклассников проведены профориентационные мероприятия. Образовательные учреждения представят свои списки специальности, а в свою очередь работодатели республики представят огромный выбор своих вакансий. Мы приглашаем промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, предприятия в сфере туризма. Для участия в ярмарке придется зарегистрироваться предприятием на портале «Работа в России», подать заявку в органы службы занятости и зарегистрировать в свою очередь в свои вакансии. Кроме этого, приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, выпускники образовательных учреждений. Сев яровых культур Услуги, не выезжая с курорта, стало возможно для жителей Теберды с появлением в городе первого МФЦ. В многофункциональном центре доступно окно приема платежей по жилищному фонду, и клиенты смогут получить услуги по принципу единого окна. Здесь можно будет получить, заменить и восстановить паспорт, оформить загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства или по месту пребывания, а также зарегистрировать право собственности и получить выписки из ЕГРН. В Республиканской библиотеке имени Халемат Байрамуковой в рамках Дней Ногайской литературы и искусства прошел торжественный вечер-портрет «Юбилей собирает друзей», приуроченный к 75-летию со дня рождения известного общественного деятеля, председателя Высшего совета общественной организации Федеральной национально-культурной автономии Ногайцев России, директора Ногайского драматического театра, обладателя Ордена за заслуги перед Карачаевой Черкесией Валерия Казакова. Юбиляра поздравил министр по делам национальности и массовым коммуникациями печати Альберт Кумуков. Он отметил значительный вклад Валерия Сиперовича не только в сохранение и развитие Ногайской литературы, но и в укрепление и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Жители Карачаевой Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда стоит обращаться, расскажет начальник Центра инновации социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаевой Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инновации социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инновации социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения, или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. В республиканской столице пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося организацией незаконного и горного бизнеса. Следователями Следственного управления Следственного комитета России по Карачаевой Черкесии совместно с региональным МВД ликвидирована одной из крупнейших организованных преступных сообществ, члены которого длительное время занимались организацией незаконного и горного бизнеса на территории Черкеска. В ходе проведенной спецоперации пресечена незаконная деятельность трех игровых клубов, проведено порядка 20 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано 12 человек. Им уже предъявлено обвинение и избрано мера пресечения в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность сообщества. Криминальный финансовый оборот преступного сообщества составлял не менее полумиллиона рублей в месяц. Правоохранителями республики в Карачаевске задержан мужчина по подозрению в покушении на убийство своего отца. В Карачаевский отдел МВД поступило сообщение о том, что в частном домовладении по улице Калинина в Карачаевске между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого последний, вооружившись ножом, нанес отцу удар в область живота. Несмотря на полученное ранение, пострадавший смог добраться в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. После случившегося злоумышленник заперся в одну из комнат. На требования сотрудников правоохранительных органов сдаться не реагировал. После четырехчасовых переговоров при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 41-летнего подозреваемого. В связи с участившимися случаями мошеннических действий на территории республики, представитель общественного совета при МВД по Карачаевой Черкесии Алий Байрамкулов призвал граждан к бдительности. Уважаемые жители Карачаевой Черкесии, заводя телефонный разговор с незнакомцами, очень тщательно следите за своей речью. Не сообщайте даже самые общие сведения о своем финансовом положении. Если вас пытаются заверить, что с вашими счетами в банке случились неприятности, не спешите принимать меры. Просто самостоятельно перезвоните в финансовое учреждение, проверьте полученные сведения. С большей вероятностью никаких проблем не обнаружится. Крайне рискованный способ заработка – это инвестиции в сети интернет. Представившись компетентными специалистами, мошенники готовы выходить с вами на связь месяцами. Они будут звонить вам, пока у вас будут иметься средства. Перед совершением любых операций со своими сбережениями, обязательно взвешивайте свое решение и советуйтесь со своими родными. Не позволяйте посторонним людям манипулировать собой. Если вы все-таки, не дай бог, стали жертвой мошенников, незаметно сообщите в полицию по телефону 02 или 102. Энергетики филиала «Руссети» «Северный Кавказ» «Карачаево-Черкеска Энерго» в прошлом году зафиксировали 11 фактов незаконных построек и сооружений, расположенных в охранной зоне линии электропередачи. Еще два подобных факта выявлены за два месяца текущего года. Тему продолжит главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Алакаева. В ходе плановых и внеплановых осмотров обнаружено незаконное строительство железобетонного забора и насыпи щебня в пролете опор линии электропередачи 110 кВт «Садовая Северная» в окрестностях Черкеска. В селе Архыз в охранной зоне линии электропередачи «Лунная поляна Романтик» установлен котлован под капитальное строительство, а под пролетами опор линии электропередачи «Северная Черкеск» одноэтажное здание. Такое же нарушение выявлено в охранной зоне линии электропередачи Касаева-Тиберда, где прямо под проводами высоковольтной линии электропередачи построена база отдыха с гостиничными домами. Для устранения этих и других подобных фактов энергетики выдают соответствующие предписания нарушителям. Однако специалистам не всегда удается установить владельцев земельных участков, где фиксируются нарушения. В связи с этим, по всем выявленным фактам, письма для принятия мер направляются в надзорные органы, в том числе в Кавказское управление Ростехнадзора по Карачаевой Черкесии, прокуратуру, глава муниципальных образований республики. В Хасавьюртип завершилось первенство Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Три медали и четыре путевки на первенство России у борцов Карачаевой-Черкесии. Эльдара Джанкёзова, Рината Аузова, Расула Маршанова, Ислама Хагандукова. Курорт Архыс приглашает всех 1 апреля на традиционный фан-фест «Окунись весну». Обязательное условие участия – креативный костюм. Подробности сообщила представитель компании «Кавказ.РФ» Марина Белая. Фестиваль «Окунись весну» для Архыза – это такая уже хорошая, добрая традиция. Таким образом, мы провожаем сезон уже и буквально окунаемся в весну, потому что участникам соревнований надо будет на горных лыжах или сноуборде выполнять трюки над водой. То есть, так или иначе, придется упасть в бассейн. Либо же другой вариант – проскользить по поверхности воды, не намочив костюм. Кстати, креативный костюм – это обязательное условие фестиваля, и для этого даже есть отдельная номинация. Победителей жюри определит в четырех категориях. Лучший трюк, самый необычный костюм, самый сухой участник – это как раз тот, кому удастся проскользить по воде, и мисс вдохновения. В общем, ждем всех в Архызе ярко, весело, спортивно окунуться в весну. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 7-12, в горах местами до плюс 5, утром на дорогах местами гололетится. В горах Карачаево-Черкесии с выше 2000 метров лавина опасна. В Черкесии без осадков ветер восточный – 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 12 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Продолжение следует... И для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!